Две годы на выражение вопросов. Старшинка комитета по праце, занятости и социальной обороны Петр Шудько сегодня провел промоу телефонную линию и особистый прием граждан. Что хваляет ЖХРУ региона, подекавились наши корреспонденты. Прессу социальных работников легкой назвать не как нельга. Только пенсионеров в Гомельской области амаль 390 тысяч. Плюс работа с непрацующими, шмадетными семьями и людьми с обижаванными физическими махчимостями. Первый звонок под час промоу телефонной линии тышится миновито этой категории. Як отрымать допамогу по доглядзе за инвалидом. На другим местам по колькости звонков и зворотов под час приему, отрымание материальной допамоги и повышение пенсии. У гэтым годзе их помер плануется довести до узровню 40% от средней зарплаты. Але есть выпадки, коли пенсии повышаются после их перегляду специалистами социальных службов. Когда люди не понимают, почему у них низкий размер пенсии, они обращаются к нашим специалистам, чтобы подняли документы, посмотрели исходные какие-то документы. Специалисты всегда идут навстречу, поднимают личные пенсионные дела, пересматривают документы. Если есть какая-то возможность помочь людям, мы стараемся им помочь, направить запросы даже в какие-то другие государства. Если приходят ответы, все это анализируется. Иногда бывает, что человеку можно помочь, сделать перерасчет пенсии, увеличить ее. Пытание, которое хвалюю многих же хоров Гомельской области – просолодкование. Все не только в управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвы Конкама называют больше, как 3000 вакансий. Отповедную информацию можно знайти на сайте управления. А про жатого у Гомеля постоянно проводятся дни предприемства, подчас яких можно отримать звездки об наемности прационных мест в конкретных организациях. Могчимость знайти работу должна быть у каждого. Иншая справа, что никто этого сам не жадает, некому не дозволяя здоровье. Зачастую трудности, какие возникают при трудоустройстве, то, что запросы человека не всегда соответствуют нашим предложениям. Не всегда образовательный уровень и стаж работы, опыт работы позволяют реализовать те запросы, которые человек ставит перед собой. Ну, допустим, претендует на должность, на которой требуется высшее образование, которого у человека нету. Либо претендует на должность, которая наниматель предъявляет определенный опыт работы, а этого опыта недостаточно.